Здарова всем ребята, Кент и пока на проводе и сегодня будет очень интересная тема для видео, поэтому прямо с начала данного ролика поставьте огромный лайк и у вас будут одни пятерки в школе, поэтому ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну а именно сегодня мы ребята поговорим на тему банов, за что их получают и как можно купить нож за 0.03 и буквально через пару часов получить бан. Так что ребята присаживайтесь поудобней, наливайте себе чайок, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Кент и пока, а мы начинаем. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на стеди дроп, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Стеди дроп это мой выбор, заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Почему же я решил снять данное видео? Потому что каждый день мне кто-то из подписчиков пишет, мол Кент и пока меня забанили, что делать? Кент и пока меня забанили просто так. Ну что ж, ребята, давайте рассмотрим все подробнее. Давайте разберем данную ситуацию на конкретном примере. Вы, допустим, хотите себе купить нож, заходите на рынок, находите данный нож и видите там вот такую вот картину. Конечно же, конечно же, в первую очередь вы подумаете, блин, халява, надо себе купить как можно больше ножей. Но, ребята, запомните, ни в коем случае ничего не покупайте, потому что это является багаюз. И если вы, ребята, купите, допустим, нож или какой-то любой другой предмет, ну прям по нереальной цене, то за это вы можете получить бан. Поэтому я никому из вас не советую пользоваться багаюзом или, если вы видите дешевую цену, бежать и покупать. Скорее всего, у вас возникает вполне логичный вопрос, а как вообще узнать, за что могут забанить? В официальной группе разработчиков все это указано. Тут, ребята, есть абсолютно все причины бана, поэтому внимательно перечитайте и перед тем, как что-либо нарушать или делать, подумайте дважды. Даже если вы каким-то образом взломаете рынок, или если вы взломаете голду, или опыт, неважно что, все это отслеживается, потому что есть, грубо говоря, одна порция данных у разработчиков, вторая порция данных у вас. И они сравниваются. Если у вас, грубо говоря, миллион голды, а у разработчиков показано, что у вас должно быть 100 голды, то это, ребята, сходу бан, поэтому... поэтому вот так. Ну а самая популярная причина бана, это, конечно же, читы. Да-да, они самые. Наведу просто конкретный пример. Я думаю, вы видели много ютуберов, которые снимают читы по стендов 2. Но, ребята, а все ли так просто, как кажется? Потому что после каждого видео, я общался с ладмиксом немножко вне записи, после каждого видео он получал бан по причине распространения читов. То есть, делом вывод, показывать читы, или просто даже показывать читера на видео, это, ребята, запрещено. Ну а если вам прилетел бан, то возле бана будет написана какая-то цифра. Так вот, исходя из этой цифры, вы, ребята, можете расшифровать, за что вас забанили. Например, цифра 1107, это антиотдача. Например, цифра 1108, это ВХ, ну и так далее. Также, ребята, мне, наверное, каждый день пишут подписчики, и пишут, мол, Кентапка, а я попал в прокачку инвентаря, и меня кинули. Притом, ребята, это неоднократно, это очень-очень часто, ну, реально регулярно. Так вот, ребята, если вы сами пишите свой логин и пароль непонятно кому, то всю ответственность за аккаунт несете только вы. Поэтому, ребята, перед тем, как написать пароль какому-то школьнику, трижды подумайте. Вот реально трижды подумайте, потому что вам в этом никто не поможет, потому что вы сами отдали аккаунт, и вы сами виноваты в этом. То же самое, когда вы покупаете в каком-то супер магазине за 200 рублей аккаунт с керамбитом голд. То же самое. Виноваты только вы, потому что, ну, за 200 рублей керамбит голд, ну, камон, ну, как можно в это поверить? 200 рублей, это 200 голды, все остальное, это развод. Всё, запомните это Просто один из примеров Мне подписчик пишет, мол, кинт ПК, меня кинули Естественно, мне стало интересно, как это произошло И знаете, как это произошло? Знаете как? В игре В игре ему написали увеличенное сообщение Мол, хочешь, я тебе прокачаю инвентарь Он такой, да, хочу И мы такие, пиши логин и пароль И он написал прямо в игре, ни в ВК, ни в Дискорде Тупо в игре написал логин и пароль Для прокачки какому-то ноу-нейму Как? Как вы это делаете, скажите Также я начал замечать, что мне пишут подписчики Мол, кинт ПК, если я скачаю где-то обнову То меня забанят Так вот, ребята, нет, это дизинфа Потому что обнову скинули 500 тестерам И по-любому кто-то её сольёт Но это было очень даже предсказуемо Поэтому, если вы её где-то скачаете случайно То вам за это ничего не будет Но, ребят, самое главное, если вы и скачаете Этот билд, то, пожалуйста Занимайтесь именно тестированием А не просто какой-то хренью Вчера на стриме я, ребят, играл в рейтинговые игры И знаете, что самое прекрасное Что самое классное Что самое офигенное Что с них, мать его, никто не ливает По причине того, что если ты ливнёшь Ты получишь временный бан Поэтому, ребята Перед тем, как ливнуть с рейтинговых игр И пойти кушать, если вас позвала мамка Дважды подумайте Иначе придётся посидеть немножко в бане Что касаемо багов За баги вы тоже можете получить временный бан Но, если эти баги влияют на игровой процесс Если это безобидный баг вроде вот этого Вроде вот этого Ой Вроде вот этого То вам за это ничего не будет Ну что же, в принципе, на этом всё Я надеюсь, вам понравилось данное видео Оно было не развлекательное, как обычно Оно было более информативное Надеюсь, вы это оцените вашим лайком И подпиской на мой канал Ребята, я проверю Давайте, чтобы никто не отлинивал Пожалуйста, лайк, подписка Равно большая сосиска Поэтому, ребятки, пожалуйста С вами был ваш Скинтпк Всем удачи И всем пока Пока-пока